День Победы. Праздник священный для каждого русского, для каждого советского человека. Но эти кадры мы снимали не в России или каком-то еще уголке бывшего СССР. Это Западная Германия. Знакомьтесь, Йоханна Стофс, водитель автобуса, житель вестфальского городка Люденшайт. Так по документам, а вообще-то у него очень русское имя Иван. Иваном он родился и вырос в Советском Союзе, в Караганде, откуда в начале 90-х уехал на ПМЖ в Германию. А еще Иван Байкер по прозвищу Борода, глава неформального объединения «Братство байкеров», в котором состоят такие же, как он, русскоязычные эмигранты. Именно Борода и предложил однажды провести в начале мая мотопробег на Берлин и там отметить День Победы. Пройти германскими дорогами победителей, поклониться памяти павших за освобождение Европы от фашизма. В нашего человека определенные ценности заложены со школы. Их не поколебали годы жизни в другой стране. Я не ожидал, что столько людей меня поддержат. Люди присоединились к нам с Баварии, с севера Германии, с западной Германии. Именно так. Мечта встретить 9 мая в Берлине есть не только у русских в России, но и у русских в Германии. И то, что вашему корреспонденту удалось присоединиться к байкерской акции памяти, можно назвать большой удачей. Несколько дней я открывала для себя Германию с неожиданных сторон. Один за другим рушились наши стереотипы и заблуждения. Главное касалось того, что провести там подобное мероприятие огромный риск и вообще невозможно. Ну, во-первых, это все-таки страна, проигравшая войну. Во-вторых, появились современные геополитические барьеры. А вот и нет. Власти спокойно разрешают русским праздновать День Победы. Понимают, чьими усилиями и какой ценой завоеван мир в Европе и для Германии в том числе. Вот сейчас вот даже у нас на фильме. Я сразу подошел, говорю, мне надо на 9 мая уехать. А, что, праздник? Да, все. Когда приедешь? Никаких проблем не было. Конечно, этот факт о том, что в Германии мир с 1945 года присутствует, сознание как властей Германии, так и жителей Германии. Для нас окончание войны – это день освобождения. С тех пор ни в Европе, ни в Германии не было войны, поэтому этот день освобождения имеет очень важное значение для Германии. Михаэль Хайльман, бургомистр города Хемер, где стартовала акция памяти, без малейшего замешательства вместе с русскими принял участие в возложении цветов к мемориалу жертвам шталага 6А. Это был один из самых больших лагерей в нацистской Германии. Более 10 тысяч его жертв похоронены на двух кладбищах в черте города. Мы помним! Мы помним! Вообще, практически в каждом городе Германии есть советские мемориалы и захоронения – военных, гражданских, узников концлагерей. Ухаживают за ними и русские, и немцы. Чем объяснить такое отношение? Наши говорят, все дело в чувстве вины или, скорее, ответственности, которая у немцев оказалась времени не подвластна. Немцы, у них еще, как они говорят, они еще свою вину чувствуют со времен войны. Вот они сделали, теперь они должны постоянно, хотя уже поколение, можно сказать, почти вымерло, все равно они себя чувствуют виноватыми. Русские байкеры эту акцию памяти организовали и провели сами. Готовились сознательно, брали отпуск, а кроме того, каждый сам оплачивал бензин, проживание и прочие расходы. Плюс был опубликован специальный счет, на который все желающие, не обязательно участники, могли внести по несколько евро на цветы и венки для возложения на мемориалах по пути мотопробега. Чтобы никто не говорил, что это нам тут оплачивать, мы это делаем сами, за свои деньги, бесплатно, правильно, действительно, с отбытым сердцем. Это делаем по своему способу сердца. Каждый, каждый из участников этой акции «День памяти» ехал, как говорится, на свой карман. Я взял неделю отпуска специально. Взяли специально для этого отпуск недельный. Вот. И все это главное событие года для нас. День Побед. День Побед. На марш вышли несколько десятков байков и машиносопровождения, на которых ехали те, кто без мотоцикла. Например, я и мой водитель Андрей Койот, у которого байк был на ремонте. Да и, собственно, байкеры в нашем понимании выглядят совсем по-другому. Таких, которые на хорлеях, в коже и с бородами, мы увидим позже. Здесь же мотоциклы у многих спортивные, экипировка тоже. Если начинался дождь, они не стеснялись надеть защитные комбинезоны, отнюдь не добавлявшие брутальности. Да и зачем она им? Простым работягам, слесарям, штукатурам, водителям автобуса, которые для души вкладывают личные деньги в свое хобби. А теперь вот вложились в эту поездку. Имидж не главное. Главное то, что они несли в своем сердце. С чем ехали в Берлин навстречу празднику Великой Победы. Участники акции памяти постарались громко заявить о себе на дорогах Германии и не только рокотом моторов. Они подготовили флаги, баннеры с советской символикой. А в Германии это сделать не так просто, как у нас. Разместили на байках портреты своих фронтовиков. Георгиевские ленточки предоставило российское консульство. Кстати, о символике. Сергей, например, круглый год вообще не снимает ее с машины и говорит, никаких проблем не возникает. Если русский водитель, то обязательно махают. Машины другие, пибикают, там приветствуют. А немцы? А немцы, им как-то реагировать на это? Когда спрашивают, что написано, я им перевожу дословный перевод. Не знаю, может негатив какой-то. Нет, нельзя им негативно на это относиться. Немцы с пониманием относятся и очень-очень хорошо увидят машину. Мы не только одни, не только наша машина по нашему городу уходит. Сергей из Казахстана, Иван тоже. Игорь и Наташа из Омска, Андрей с Алтая, Антон с Урала. Из 82 миллионов населения Германии наших порядка 3 миллионов человек. Всех русскоязычных, независимо от национальности, от страны исхода, здесь называют русскими. Получаются русские украинцы, русские казахи, русские молдаване, русские евреи. Потомки поволжских переселенцев, казахстанские немцы, жены или мужья этнических немцев. Кто-то уехал по гуманитарным программам или просто в поисках лучшей жизни. Граждане другой страны, имеющие немецкий аусвайс, сменившие фамилии, а иногда и имена, они интегрировались в новую жизнь, но ни на секунду не забывают, кто они и откуда. Мы не предатели родины, это соответственно, мы просто поменяли место жительства. Но Россию мы, конечно, не забываем и не забудем, это наша родная. Жена в семью уехала, у нее все. Отец, он немец. Я попозже приехал, как говорится, со женой и садикой. Вообще не собирались никогда в Германию, разговоров тоже не было. Я поэтому и в школе никогда на уроке немецкого языка не был за 10 лет. В 90-е, как говорится, к врачам было пробиться, поэтому, да, я сказал, что ладно, поедем. А с языком как проблем пришел? В принципе, я за полгода выучил. Я по паспорту молдаванин, но в душе я русский. То есть я советский. Мы все из Советского Союза, и я горжусь тем, что я родился в Советском Союзе. Тяжело говорить, тяжело. Извиняюсь. В их русскую речь иногда вплетаются немецкие слова, например, обозначение дорожных объектов или, простите, ругательство. Но в целом русские в Германии остались русскими. Они читают русские газеты, смотрят российские телеканалы, слушают российские радиостанции. В каждом городе есть русские магазины, рестораны, клубы. Они вместе отмечают советские праздники. И вообще трепетно хранят все, что напоминает о далекой родине. Главное, я съемочке. А мыслишь ты на каком языке? Мыслим на русском все, точно. А на немецком думать что? На немецком только работать. Ребята рассказали, например, что в школах Германии все чаще вводят преподавание русского языка, который с интересом изучают и немцы. Наверное, хотят понять загадочную русскую душу. В общем, в Германии жить учи русских. Но немецким умом Россию, пожалуй, не понять. Не понять, что движет этими странными русскими, когда они проводят благотворительные акции, помогая самим немцам. Не понять, что у нашего человека на генетическом уровне заложено чувство сострадания и помощи ближнему. Здесь, в Германии, города, штат, как они говорят, они все бедные, у них денег нет. И детские садики, площадки сделать, и то, как говорится, жнуться денег нет. И вот, мы уже вдруг открыли четыре детских садика, что вот шпенку собрали как помощь, чтобы хотя бы это сделать. Профь сдаем, и тогда просто приезжаем, чтобы показать, что вот русские не такие, как вы здесь думаете. И все, и вот сейчас, потому что немцы удивляются, конечно, у них такого-то не принято здесь. А у нас на пути город Торгов, что на реке Эльбе. Здесь, в апреле 45-го, произошла историческая встреча войск союзников, 1-го Украинского фронта Красной Армии и 1-й армии США. Она расколола оборонявшиеся германские войска на две части. Событие известно, как встреча на Эльбе. И в этом году здесь вновь соединились Восток и Запад. Вторга у нашей мотоколонны встретилась с колонной знаменитых ночных волков, которые ехали в Берлин из Москвы. Дальше мы двигались уже вместе. Советские войска, они освободили не только Россию, а всю Европу освободили от фашизма. И многие хотят перевернуть это в свое русло, но пока мы все вместе, никому это не удастся сделать. ПЕСНЯ УРА! 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 ПЕСНЯ Угроза холодной войны, разговоры о возможности открытого военного противостояния. Страшно? Не бойтесь. Политика политикой, а человеческие отношения остаются человеческими. В Германии мы не ощущали никакой вражды, никакого противопоставления русских остальной Европе. И в Люденшайде, и в Хемери, и в Торгоу. Везде лишь подтверждение того, что европейцы по-прежнему готовы дружить. Рядовые немцы, словаки, болгары, сербы, итальянцы миссию русских понимали и поддерживали. Приезжают русские байкеры на День Победы, чтобы отметить День Победы. Они хотят цветы положить в мемориал, в Германии. У тебя auch viel dafür getan, dass das Ganze nicht in vergessenheit gerät. Я считаю, что это очень важно, потому что это нам никогда не забыть. Поэтому вспомнение очень важно. И это темно очень важно. Его отец был в артиллерии, и он тоже принимал участие в Великой Отечественной, был в Вермахте, 40 километров от Москвы. Ну а потом, как говорится, получили отпор и назад. Он ему очень много рассказывал про войну. Карл, он приехал с Баден-Вюртенберга со своей женой. В прошлом году они ездили в Москву. Была такая акция «Дороги дружбы». Для себя он уяснил то, что в немецкой прессе не всегда говорят правду. Или правду перекручивают на свой надкомод. Или не договаривают. Поэтому он для себя установил, что ему надо сделать встречный шаг, чтобы показать дружбу народу. Он полностью позитивно относится к России. А вот еще хороший пример того, что официальная политика не всегда совпадает с реальностью. Музыкальное сопровождение русской колонны обеспечивали на маршруте поляки Роман и Петр. Музыкальное сопровождение русской колонны обеспечивали на маршруте поляки Роман и Поляки – это братья. Братья славянское братство. Да. И мы у нас нет национализма. Мы для людей. Пожар войны. Нас разделил с тобой. С родину я пошел в жерстный бой. Молодец. Я бы хотел, чтобы в Руси было хорошо. Чем ближе к Берлину, тем более радушно принимали нас местные жители. Приятно, но удивительно. А еще удивительней было увидеть советскую военную технику на площади перед музеем в городе Зейлов. Ведь именно в этих местах шли наиболее ожесточенные бои в ходе берлинской наступательной операции. Здесь в апреле 45-го эти танки Т-34, Гаубицы и Катюши уничтожили многотысячную оборонительную группировку 9-й немецкой армии. А проигравшая сторона увековечила советское оружие победы, признавая силу и превосходство нашей страны. Конечно, сделано это было еще во времена ГДР, дружественной нам страны и соцлагеря. Но ее давно не существует, а легендарная техника, заметьте, не отправлена на переработку и до сих пор бережно сохраняется. И в музее показывают фильмы о нашей победе на русском языке. Низина между Лодором и Зейловскими высотами становится районом боевых действий. В последующие дни и недели по указанию немецкого командования между рекой и станицей Рейка воздвигаются три рубежа обороны. На фронт бросаются новые транспорты с солдатами и вооружением. Нацистское руководство вводит в бой уже далеко не опытные, хорошо обученные части. Не только за свою страну солдаты гибридную войну, а чтобы люди всей земли спокойно ночью спать могли. Простите ты, кто воевал, кто вас на Эльбе обнимал, и мирным памятник верни. Хотят ли русские, хотят ли русские, хотят ли русские войны. Зейловские высоты, 80 километров от Берлина. Место последнего крупного сражения Великой Отечественной войны, после которого дорога к столице Германского рейха для Красной армии была открыта. На Берлин. Все на Берлин. Доброе утро. Доброе утро. С праздником. С праздником. С праздником. С днем победы, ребята. С днем победы. Утром 9 мая мы вошли в Берлин. Представьте, больше сотни украшенных байков и пара десятков автомобилей. Наши еще говорили, хорошо, что не на танках. Шутку, конечно. Город встречал нас как родных. Днем победы. С праздником. Россия вперед. С днем победы. Мирный Берлин. Мирно и красиво отмечал День Победы. Мне даже показалось, что более искренне и радостно, чем иногда бывает в России. Может от того, что здесь люди разделены с родиной границами и паспортами, но не исторической памятью, которая на расстоянии чувствуется особенно остро. Трептов парк, Бранденбургские ворота, мемориал Тиргартен в этот день стали абсолютно русскими. Паша? Да. Откуда? С Берлина, вот здесь. А готовились год, можно поподробнее? Ну, год. Реставрировали. Воспанавливали. Специально, чтобы сегодня приехали? Ну, можно сказать и так. Дорогами победы, дорогами наших дедов и прадедов. Мы прошли по Германию и дошли до Берлина. Почти как они, в мае 45-го. Воспал riskom. Почти как они, в мае 45-го. А, в мае 45-го. Мае 45-го. В мае 45-го. Паааааааа! Родом из Нижнего Новгорода, это мой прадедушка, он воевал, прошел две войны, финскую, великое отечественную, вернулся в осколочных ранениях, очень глубоких, потом работал в отделе, погиб, сегодня я здесь, разложить цветы и пройтись вместе с ним. Мы из Франкфурта, на майне, пытаются, конечно, сказать, что забей, это не твоя история, почему это не моя, я родился в Советском Союзе, в Советском Союзе, в Советском Союзе, в Советском Союзе. Малышка знает о войне? Берем с собой постоянно, когда подрастет, поняла, почему ее брали, маленькое такое мероприятие. Праздник со слезами на глазах, что скажешь? Да, вот именно, да, очень хорошо, что здесь помнят, не забывают. Не дадим забыть. Я учусь в Польше, и приехали сюда специально на 9 мая. Это один из самых главных праздников в нашей семье, и мы хотели почтить и пройти с благатами наших предков за них, так как их уже нет. Что же получается? В стране, которая развязала самую страшную войну 20 века и которую проиграла, русских никто сегодня не называет врагами, не арестовывает за советские или российские флаги, за песни военных лет, за георгиевскую ленточку. Напротив, в Трептов парке одна из антифашистских организаций раздавала их бесплатно, и люди даже вставали в очередь. Страшно, что куда ближе к нам все иначе. Я живу на Украине, в Луганской области, в зоне как раз боевых действий. Вот приехала к дочери. Война – это ужас, тем более я детство ее пережила. А вот у нас началось такое, что невозможно пересказать. Вы знаете, напали со стороны враги, а то же свои-свои. Гражданская война. И еще. В то время как в иных бывших союзных республиках хотят переписать историю и сносят воинские памятники, в Германии мы видим обратное. В Зейлове, а теперь в самом центре Берлина. Эти танки Т-34, пушки, гаубицы, весной 45-го штурмовавшие город, и фигура солдата с золоченым гербом Советского Союза ежеминутно напоминают жителям столицы о поражении в войне. И они эту историческую правду терпят. Это сильно и достойно уважения. Говорят, солдаты этого видно из окон Бундестага. Парламент о Германии. Здание его знакомо нам с начальной школы. Развалин на Рейхстага удовлетворен. Помните эти слова капитана Титаренко, моя стройка фильма «Войдут одни старики». Говорят, это была одна из надписей, оставленных советскими солдатами на стенах Рейхстага весной 45-го. Сегодня ни надписей, ни развалин. Ходят экскурсии, работает парламент. Тем не менее, причастность к Великой Победе именно здесь ощущается особенно сильно. И хотя давно известно, что значение здания сильно преувеличено, Рейхсканцелярия в годы войны находилась вообще в другом месте, поверженный Рейхстаг с автографами советских солдат все равно был и остается для нас символом победы над фашизмом. И мы с польским единомышленником Петром оставляем здесь свою виртуальную запись. И вот итог не только этого светлого дня, но и всей акции памяти, проведенной русскими байкерами. Салют Победы. 9 мая. В Берлине. Ребята, всем привет. Акция удалась, все супер. На следующий год ждите нас опять. Да, чтобы не повторилось то, что случилось больше 70 лет назад. И чтобы не уничтожали памятники. И чтобы не появились новые памятники. Я думаю, что эта память будет жить долго. Но мы просто помогаем сохранить ее. Как можно. Нет, не затрется историческая память у европейцев. Это же очевидно. Наши бывшие соотечественники там просто не позволят никому забыть уроки истории. Они как будто бы вошли в Германию с Победой в 45-м и остались навсегда. В том числе и для того, чтобы вдали от Родины бережно хранить эту память и передавать ее новым поколениям европейцев. Которые с младенчества знают, как он важен, этот мир без войны. Я уже пару лет, думаю, вообще назад вернулся. Здесь свободы нету той, во-первых. Не знаю, вот два года сейчас подряд езжу в Россию. Но останавливается. Намного лучше все становится. После, конечно, 90-х это все дело. Ну, поднимается. Мне понравилось. И я хочу назад. Субтитры создавал DimaTorzok